Музыка 15 по 22 июля в иранской столице Тегеран прошла международная олимпиада по биологии IBO. В ней приняли участие команда 71 страны мира. Россия завоевала на этой олимпиаде 4 медали, 3 золотых и 1 серебряную. Следуя новой традиции, мы встречаем наших призеров и узнаем у них о том, как прошла олимпиада. Больше всего заполнился мне сильный избыточный объем заданий на практическом туре. Если на Всероссийской олимпиаде практический тур делается так, что его можно успеть за отведенное время, а это 45 минут, то на Всероссийской олимпиаде на каждый кабинет практического тура дается полтора часа, но объем заданий превышает Всероссийскую олимпиаду не в два раза, а в 4-5. Подготовка именно к международной олимпиаде у меня проходила, как и во всех остальных странах, она была ограничена законодательством международной олимпиады максимум две недели. Подготовка к олимпиадам в целом у меня происходила в девятом классе, сначала в Малой Академии города Краснодара, потом в Университетский гимназий МГУ, в Центре педагогического мастерства. Из книжек могу порекомендовать очень хорошую книжку для, так сказать, вступления в олимпиады, для того, чтобы вот как бы войти в эту колею. Это «Билич Крыжановский. Пособие для поступающих». Толстенная книжка, которую, если вы прочитаете, то на региональный этап вы пройдете точно. Впечатления, конечно, очень смешанные, ну то есть очень необычная страна, во-первых, то есть совершенно культура другая, все такое. Я являюсь победителем Всероссийской олимпиады и имею право на поступление в поступительных испытания и уже зачислен на биологическое факультет Московского государственного университета. Участниками нашей сборной стали Данил Афонин, Азат Гайраев, Артем Пустовит и Ирина Ерутич. По сравнению с прошлой олимпиадой, наша команда улучшила свой результат, увеличив количество золота в итоговом зачете. Подготовкой к олимпиаде занимались лучшие специалисты биологического факультета МГУ, а также Центр мифтагогического мастерства. Когда проходит Всероссийская олимпиада, победители 9-10 классов приезжают в Москву к нам на так называемые учебно-тренировочные сборы, которые организует наш факультет, а финансирует Министерство образования. Это по 15 человек из 9-го и 10-го классов, то есть 30 человек. И мы с ними две недели занимаем. Читаем лекции, проводим практические занятия. А в биологии, биология очень разнообразная, много разных направлений, поэтому надо иметь много разных навыков, чтобы получить высокие результаты. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова